Всем привет! Громким скандалом завершился эфир программы «Пусть говорят», посвященной тяжелобольному Вячеславу Зайцеву. Друзья именитого Кутюрье, который много лет страдает от болезни Паркинсона, учини потасовку прямо в студии телешоу. Они кричали, махали руками, а в какой-то момент начали кидать пятитысячные купюры в гостей передачи. Широкая общественность, которую неделю обсуждает ситуацию с немощным Вячеславом Зайцевым. Дело в том, что в последнее время в сети то и дело появляются странные видео с тяжелобольным Кутюрье. Знаменитого модельера выставляют в кадр в инвалидном кресле, а рядом с ним танцует некая женщина. По мнению россиян, Зайцев не осознает, что происходит, зачем и почему его снимают. Чтобы разобраться в ситуации, телеведущий Дмитрий Борисов пригласил в студию друзей Вячеслава Михайловича, которые в эти непростые для него времена находятся рядом с Мэтром. О Галине Гарафуддиновой и ее детях Тимуре и Лучане россияне узнали из эфира очередного выпуска шоу «Пусть говорят». С первых минут появления в студии семейства начало скандалить и вести себя вызывающе. Сначала они обвиняли всех присутствующих в предвзятости, а после и вовсе начали оскорблять оппонентов. Тимур подскакивал к другим гостям шоу, махал руками и громко кричал. Удивлением для многих стало то, что Зайцев заступился за своих знакомых. Эти люди мои приятели хорошие. Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошее отношение с Галкой и с Тимуром и с Лучаной, да. Галка замечательный человек, совершенно удивительная женщина. Не понимаю, почему ее так оболгали. Не знаю просто. Она была счастлива, что у нее столько подписчиков. Взяла меня в таком случае, как объект, который помогает ей. И я не вижу ничего здесь, крамолы никакой не вижу, все нормально совершенно, еле-еле произнес кутюрье. Каждое слово дается ему с великим трудом. Услышав слова поддержки от дизайнера, Тимур окончательно потерял контроль над эмоциями. Он закричал, съели, а потом вскочил и стал кидаться пятитысячными купюрами в гостей программы, которые обвинили его в мошенничестве. После этого Галине стало плохо. «Мы удалимся, потому что у мамы поднялось давление. Она не может все это слушать», — сказал, как отрезал мужчина. За кулисами ток-шоу Гарафуддиновы продолжили скандалить со всеми, кто оказывался рядом. Под их горячую руку попали даже охранники и дежурившие в тот вечер врачи. Напомним, ранее в прокуратуре Москвы заявили о назначении проверки сообщения о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме немощного модельера Вячеслава Зайцева и вознамерились завладеть его имуществом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!